Молодую семью Берзения уже давно приводит в ужас дождливая погода за окном. Их крыша совсем прохудилась, а средств на ее замену нет. Прошлогодний ливневый шторм нанес немало вреда селам Абхазии. Пострадал и дом семьи Берзения в селе Гумиста. Тогда единственный кормилец семьи, в которой двое детей и престарелая бабушка, обратился в администрацию Сухумского района с просьбой помочь в перекрытии кровли. Сам он, получая зарплату в 11 тысяч рублей, не в состоянии сделать капитальный ремонт кровли. Нынешний августовский шторм сильно усугубил ситуацию. Ветер сорвал более трети крыши, на ней почти нет цельных листов шифера. Оставшиеся куски хозяева накрыли кирпичами и блоками. Помощи семья так и не дождалась. До сих пор. В администрации, ну, так и осталось без ответа. Никаких ответов. Два или три раза обращались. Да. Они даже вот, когда наводнение было, здесь посмотрели, что... В доме четыре комнаты. Когда идет дождь, вода свободно протекает сквозь обломки шифера. Хозяйка дома Гульнара расставляет повсюду тазы, которые наполняются очень быстро. Один из таких тазов стоит между детскими кроватками. Здесь я сплю, там бабушка, а тут Даня. Ты мне скажи, а вот дождик, когда идет с потолка, капает, да? Да. Да. А что вы делаете? Тазики ставите? Да. А капает на тебя? Бывает такое? Ну, иногда. Соседи не раз вставали рядом с семьей в Берзине, помогали чем могли. Однако замена кровли им не под силу. Я вот рядом, вот через дом живу, вот когда дождь поливается, здесь что происходит, просто вот пояса, они на воде, все плавает. Вот сейчас на подвале посмотрите, там вообще ужас. Ну, что я, сколько я вот знаю, им выделили 40 тысяч, вот первое, вот когда заливной был, 40 тысяч, вот что они смогли, все, и двери поставили, что-то потом почти готовили, что все сыпалось. Уже бегла вода у нас, и вот она тогда тоже нам ничего не обещала, вот этот момент, вот наводнение было, и тогда вот 40 тысяч им выдали, 40 тысяч, у них даже матрасы затопило тогда. На 40 тысяч что можно сделать здесь? Дети спали в тот день, когда вода зашла, вода вот так стояла здесь. Внутри дома ситуация также оставляет желать лучшего. Обшарпанные стены, грибок, распространившийся повсеместно из-за сырости, дырявые потолки – это то, с чем ежедневно сталкиваются жители этого дома. Как результат – постоянно болеющие дети. Сырой воздух оказывает сильное влияние на дыхательные пути их маленьких организмов. У детей хронический бронхит. Совсем недавно Ирма и Даня переболели воспалением легких. Попадающая в дом вода заполняет подвал, где практически образовалось озеро, которое является рассадником малярийных комаров. В подвале дома Берзения постоянно стоит вода. Сейчас вы видите, что уровень ее порядка 15 сантиметров, полностью покрывая щиколотку. Во время проливных дождей уровень воды поднимается фактически с человеческий рост. Просачиваясь сквозь дырявую крышу, вода прямиком попадает в подвал, наполняя его с каждым днем все больше и больше. Ждать приближения дождя с ужасом – именно так живет семья Берзения сегодня. Мы обратились к главе Сухумского района с вопросом, почему семье Берзения так долго отказывают в помощи. Однако Жужуна Бегвава заявила, что никаких письменных обращений к ней от семьи Берзения не поступало. И что если семья нуждается в помощи администрации района, то в любое время они могут прийти и написать соответствующее заявление. Вместе с тем, по ее словам, районный бюджет вряд ли позволит администрации откликнуться на просьбу семьи Берзения. Средств на это нет у нас. Нету средств. То, что сейчас стихийное бедствие было, вот августовское, мы подготовили акты, изучили, кто к нам обратился. Но семья Берзения к нам не обращалась, насколько я знаю. Было выделено 2 миллиона. 2 миллиона – это на восстановление инфраструктуры района, где последствия стихии было, и на частичное оказание помощи, то, что произошло с нашим населением. Узнав о том, что заявления от семьи Берзения в районную администрацию не поступало, мы вместе с Бесланом и Гульнарой отправились в администрацию села Гумиста, куда нас перенаправила Жужуна Бегвава. Здесь нас встретила управляющая делами администрации села Циала Кирия. По ее словам, никаких проблем в предоставлении помощи нет. Якобы произошло недоразумение, из-за которого семья Берзения обратилась не по адресу. Она пообещала сегодня же направить ходатайство в районную администрацию, и помощь семье Берзения будет оказана в кратчайшие сроки. Мы обязательно проследим за тем, как выполнят свои обещания чиновники, и вернемся позже к этой теме. Тем временем Беслан Гульнара и двое их малышей будут радоваться лишь хорошей погоде, ведь даже небольшой дождь для них сейчас – стихийное бедствие.